Продолжение следует... Петр упоминается более 50 раз. После 12 главы Петр упоминается всего дважды. Но Савл из Тарса, который теперь будет называться своим римским именем Павел, упоминается более 120 раз. Итак, на первое место в Откровении Божьем выходит теперь не иудейская миссия, а миссия языческая. В первых стихах 13 главы, в сжатом виде, перед нами предстает церковь, которая теперь стала церковью-моделью для всех нас. Это модель церквей в Деяниях Апостолов. Не Иерусалимская церковь, а церковь в Антиохе. И Лука рассказывает нам об этой церкви. В Антиохе, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Он говорит нам имена, называет нам имена этих людей. Здесь перед нами конкретные имена лидеров церкви Антиохи в Варнава, о котором мы уже знаем. И Симеон, называемый Нигер, то есть черный чернокожий, скорее всего из Африки. И Луций, Кирененин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника. Обратите внимание, в 12 главе мы узнали о том, как Ирод убил Якова. В 13 главе совоспитанник Ирода приходит к Иисусу Христу. Божья благодать не спасла жизнь Иакова, не сохранила физически жизнь Иакова. Однако Божья благодать спасла, сохранила человека в доме Ирода. Человека по имени Манаил, совоспитанника Ирода. Вот как удивительно действует порой Божье владычество. Вот как удивительно проявляется на земле Божья милость. Я бы хотел сказать несколько слов об этих людях. Они были уникальны, они были особенными. Саул, гонитель церкви, чернокожий человек, человек, который был совоспитанником Ирода. Дональд Магаверн, человек, который провел много десятилетий в Индии, миссионером, умер в 80-е годы 20 века, он заметил, что люди обычно каятся группами, коллективами, племенами. Он стал автором так называемого принципа гомогенной ячейки. А гомогенные, то есть похожие друг на друга, по роду своему. Этот принцип звучит так. Чтобы основывать церковь, чтобы помочь людям приходить ко Христу, важно, чтобы люди эти были похожи друг на друга. Белые с белыми, черные с черными, ученые с учеными, светские люди со светскими людьми, бедные с бедными, богатые с богатыми, образованные с образованными, необразованные с необразованными. Это принцип гомогенной ячейки. Но помните, что я вам вчера говорил? Птицы, похожие птицы летают вместе. Птицы одного пера летают вместе. Об этом говорил Моггаверн. Этот принцип был принят в качестве методологии для основания церквей. Скажу об этом две вещи. Во-первых, на практике это действует. На практике это действует. Во-вторых, этот принцип не библейский. Этот принцип не библейский. Это социологический принцип. Это социологическая реальность. Однако это не библейская, не духовная реальность. Когда Дух Святой действительно действует, когда Дух Святой работает, очень разные люди научаются любить друг друга. Люди, отличающиеся друг от друга, объединяются в общину. Разные люди учатся быть членами Божьей семьи и поступать как христиане. Скажу вам вот о чем. Большинство из вас здесь люди молодые. Молодым людям. Все это гораздо интереснее, чем пожилым. Молодым людям гораздо интереснее, как преодолеть всякие предрассудки, как жить вместе рядом с непохожими людьми, с непохожими на вас. Будущее принадлежит вам. Не оставляйте этого. Не покидайте, не бросайте этого. Смотрите, насколько разные были люди в антиохийской церкви. Чернокожий, бывший фарисей, совоспитанник Ирода, убийцы. И все они живут вместе, любят друг друга, поклоняются вместе Господу. Все это в антиохийской церкви. Мы видим это также в том, как перечислены ученики. Потому что был один ученик, который работал на Римскую империю. Звали его Матфей. Был он мытарем, сборщиком налогов. Был там и зелот. Зелоты клялись убивать всех, кто работает на Риме. Но при этом сборщик налогов и зелот живут вместе, как ученики. Перед Иисусом Христом. Потому что если Христос с нами, то все мы можем уживаться друг с другом. Потому что особый мир приходит, когда понимаешь, что в руках сильного меч, что в руках сильного оружия. мир этот часто называется Пакс Романа. Римский мир. Или Пакс Британия. Британский мир. У Рима была империя. Имперская сила. Провинции этой империи не воевали друг с другом. Потому что над ними стоял Рим. Британцы, члены Британской империи не воевали друг с другом. Потому что над ними стояла империя. Британия. была и Советская империя, понимаете? В Советском Союзе была империя. Вы не называли это империей, но фактически это была империя. И в бытность империи нации, республики не воевали друг с другом, потому что ими управляли из Москвы. Такой мир приходит, когда царство, когда власти готовы убить вас. Если вы начинаете друг с другом воевать, мир же Иисуса Христа происходит от Спасителя, который был готов сам умереть за вас, чтобы вам незачем было воевать, чтобы вы научились любить друг друга, чтобы мир ваш основывался на любви, а не на силе и власти. Именно такой мир дает Христос. Именно такой мир познала Антиохийская Церковь. Я сказал о том, что Антиохийская Церковь стала модельной Церковью, Церковью Примером. Каким образом? В чем именно? Ну, об одном я уже сказал. Разные люди уживались вместе, жили вместе. Одна из проблем в нашей Будапештской Церкви заключается в том, что у нас слишком много миссионеров. Нет, это не те миссионеры, которые приезжают трудиться в Венгрии. Если в Венгрии человек трудится, пусть он и ходит в Венгерскую Церковь. Но у нас немало миссионеров, которые работают в других странах, в самых разных странах, таких миссионеров, как я. И, поскольку они работают в разных странах, они не умеют говорить по-венгерски. Они не могут ходить в Венгерскую Церковь. Поэтому они и ходят в англоязычную церковь по воскресеньям. У нас так много миссионеров, людей с богословскими степенями, больших пасторов, людей весьма одаренных, что порой бывает трудно найти старейшину или диакона, который никогда не был миссионером и не является миссионером. Но мы хотим находить таких старейшин и диаконов. Мы хотим поклоняться вместе с людьми, которые работают на настоящей работе, которые работают на светской работе, которым приходится мучиться, которым приходится страдать, которые не всегда общаются только с христианами, такими, как мы. Когда приходит Дух Святой, Он дает возможность поклоняться вместе с людьми, которые на тебя не похожи, с другими, с иными людьми. Это, собственно говоря, есть первый пример, который дает нам антиохийская церковь. Но есть и еще один пример антиохийской церкви. Эта церковь служила Господу, служила пред Господом. Они молились и постились. Это второй стих. И Господь обратился к ним. Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Что же происходит? Когда они пред Господом в служении, когда они молятся, когда они постятся, когда они взирают на Господа, Господь им что-то повелевает. Как-то был я в маленькой церкви в Северной Каролине. Мы направили тогда где-то человек 25, нет, может быть, человек 20 в христианское служение. За 7 лет из нашей церкви 20 человек пришло, пошло в христианское служение. Из маленькой церкви. Потом я был в большой церкви в Атланте, где за 100 лет в христианское служение пришли только 2 человека. В чем разница? Я не знаю. Я знаю, что эта церковь в Северной Каролине все делала для того, чтобы прислушиваться к Господу, чтобы достичь всего мира, чтобы проповедовать Евангелие по всему миру. Один великий лозунг для церкви звучит так. Мы можем коснуться мира отсюда. И вы можете коснуться мира оттуда, где вы находитесь в данный момент. Знаете, что они послали своих лучших. Они направили на служение своих лучших. Иногда, путешествуя по церквям в Северной Америке, я попадаю на заседание церквей, когда они думают, кого послать на миссию. И они думают, ну, без кого мы здесь можем обойтись? Я им отвечаю так. Вы знаете, не нужен нам в миссии человек, без которого вы здесь можете обойтись. Пошлите нам такого человека, без которого сами обойтись не можете. Потому что, если вы без него вы здесь обойдетесь, мы без него на миссии уж точно обойдемся. Пошлите нам лучших людей. Направьте нам тех, без кого не обойдетесь. Они отправили своих лучших людей. Откуда я это знаю? Можно ли было найти в этой церкви кого-то лучше Павла и Варнавы? Когда посмотришь, что делают Павел и Варнава. А в Америке есть компании, которые оказывают помощь в инвестировании. Такие компании, как Меррил Линч или была группа Е.Ф. Хаттнен. По-моему, их уже нет. Раньше были. Это финансовые советники. Они советуют вам, как распоряжаться деньгами. К большому счету, они говорят, как вам заработать больше денег. А способов есть немало. И много бизнесменов, и много людей, которые готовы помочь вам заработать деньги. Но что вы должны делать для того, чтобы вам помогли заработать деньги? Вы за это должны заплатить деньги. Иными словами, они помогают вам заработать деньги, но сначала забирают деньги у вас. Забавный такой способ устройства капитализма. Но Святой Дух учит нас не тому, как больше получать самим. А на это есть Меррил Линч. Нет, Святой Дух учит нас отдавать, жертвовать. В английском языке есть два слова. Invest — это инвестировать. А второе слово — дивестировать. То есть дивестировать — это отдавать то, что я имею, отдавать то, что у меня уже есть. И этому может научить только Святой Дух. И только Святой Дух может научить нас отдавать с радостью, отдавать с нетерпением, отдавать с восторгом. Именно это делает Святой Дух в Антиохе. Он учит антиохийскую церковь, как отдавать, как посылать на служение своих лучших людей. Бог поставил этих людей. Бог призывает Савла и Варнаву отправиться на миссию. Мы не можем определить, кто должен стать миссионером просто на основе статистики. Иногда лидеры миссии рассказывают о том, что так много людей, которые никогда еще не слышали о Христе. Иногда лидеры миссии буквально давят на нас. И на самом деле по статистике все мы должны покинуть наши места, наши города. Все мы должны отправиться в другие города. Что делать в России? В России уже пришло Евангелие, в России уже есть церковь, в Америке уже есть церковь. Значит ли это, что россияне, американцы должны отправиться в другие страны? Нет. У нас еще немало людей, которым не засвидетельствуют, которые еще не слышали Евангелие. Но выбор наш не между тем, чтобы либо отправиться в миссию, либо остаться дома. Нет. Наш выбор либо отправиться на миссию, либо поддерживать миссионеров, направлять миссионеров, Либо отправиться на миссию самому, либо поддерживать, направлять миссионеров. Антиохийская церковь направила Савла и Варнаву. Они определили этих людей, они направили их, они молились за них, они поддерживали их. Уильям Керри, миссионер, умер он где-то в 30-е годы 19 века. В англоязычном мире мы называем его отцом современных миссий. Этот человек был сапожником по профессии, он никогда не учился в университете. Но он перевел Священное Писание на более чем 40 языков народов Индии. Он был настоящим гениальнейшим лингвистом. Уильям Керри был членом очень жесткой кальвинистской деноминации в Англии, которая настолько подчеркивала суверенитет Божий, что не оставалось места для миссионерства. Более того, Уильяму Керри сказали, послушайте Керри, когда Бог решит спасти индийцев, Он это сделает без вашей помощи, без моей помощи. Керри бросил им вызов. Он сказал, если вы готовы держать веревку, я готов спуститься в яму. Индия была тогда как золотая сокровищница для Христа. Там были души, которые для Христа ценнее золота. Но кто-то должен был спуститься в шахту. Кто-то должен был спуститься в золотую шахту. Но в золотую шахту без веревки спуститься нельзя. Нужны помощники. Он говорит, я пойду в эту шахту, я пойду в эту яму. Только вы подержите веревку. Вы потом достаньте меня за эту веревку. Подержите меня. Держите один конец веревки. Я возьму другой конец веревки и спущусь туда. Если вы направите меня, я пойду, говорит он. Антиохийская церковь готова была направлять. Она готова была направить лучших своих людей и поддерживать их на миссии. Эти люди были призваны. Бог действовал. Ранняя церковь действовала. Сами миссионеры действовали. Одному невозможно. Невозможно без Бога. Невозможно без направляющего. И невозможно без того, кто пойдет на миссию. Вот три важнейшие компоненты библейской миссии. Куда же они отправились? Сначала они отправились в Малую Асию. Они отправились в регион, соответствующий современной Турции. Что они сделали? Прежде всего, они стали приходить в синагоги и беседовать с иудеями. И рассказывать иудеям Евангелие. С этого они начали свое служение. В Деяниях Апостолов мы называем это первым великим миссионерским путешествием апостола Павла. Отправились три человека. Начинается это в 13 главе Деяния Апостолов. Заканчивается это путешествие в конце 14 главы Деяния Апостолов. Отправились в это путешествие Варнава, Саву, который Павел, и их помощник Иоанн Марк. В пятом стихе мы узнаем о том, что они взяли Иоанна для служения, взяли в помощь. Я говорил вам некоторое время назад о том, что одни идут, другие их поддерживают. Вы помните, что Варнава с Кипра? Где первая остановка на миссионерском пути апостола? Кипр, тот же самый Кипр, четвертый стих. Варнава прежде всего идет к себе на родину. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Гилберт Честертон сказал, что есть два способа попасть домой. Один из них – не покидать дома. Иными словами, один способ – всю жизнь пройти дома. Другой способ – обойти всю землю и вернуться домой. Вот так и Варнау возвращается домой. Иногда Бог призывает нас не покидать дома, иногда мы должны вернуться домой. В родном городе сложнее всего служить. Об этом говорит Иисус. Иисус говорит, что нет чести пророку в Своем Отечестве. Изучите Евангелие от Луки, 4 глава. Там Иисуса пытались убить после того, как Он проповедовал в синагоге в Назарете. Насколько мы знаем, в Назарет Он больше не возвращался. Но Бог прежде всего направил Варнау на Кипр домой. Пятый стих. Они взяли себе Иоанна для служения. Потом этот факт будет очень важен. Направились они в город Паф и нашли иудейского лжепророка по имени Вар Иисус. Человек этого звали Вар Иисус, что значит «сына Иисуса». Этот человек пытался попасть в доверие Сергию Павлу, Сергию Павлу, римскому правителю этого острова. Римский правитель стал слушать Савла и Варнаву. Но Волхв, уже пророк, нет, извините, этот Волхв, имя которому на еврейском языке Бар Иисус, Бар Иисус, а по-гречески Елима, пророк, пытался помешать римскому правителю услышать проповедь миссионеров, проповедь Евангелия. Помните, когда Савл из Тарса получил спасение? С ним произошло отрицательное чудо, негативное чудо. Он был поражен слепотой. Это первое, что с ним произошло после его обращения. И первое чудо, которое он совершил, также было чудом негативным, чудом лишения. Потому что когда Елима стал противостоять проповеди Евангелия, Савл, обратите внимание на 9 стих, здесь изменяется его имя, но Савл, он же и Павел, это его римское имя, исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды». Он ослепил этого человека, этот человек больше не видел. 12 стих, «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господя». Елима, пар Иисус, вернулось ли к нему зрение? Не знаю. Стал ли он христианином? Не знаю, но об этом ничего не говорится. Нам говорится только о том, что римский консул, правитель, пришел к Иисусу Христу. А теперь 13 стих. Они собираются покинуть Кипр и отправиться в Малую Асию. И Иоанн, Марк, отделяется от них и возвращается в Иерусалим. Он не проходит этот путь до конца. Отправляются в путь трое, начинают путь трое, до конца доходят только двое. Христианская жизнь — это не спринт. Спринт — это короткий забег, на 100-метровый, например, или 200-метровый. Итак, жизнь христианина — это не спринт, это марафон. Жизнь христианина — это не забег на короткую дистанцию, это забег на длинную дистанцию. Многие начинают, но немногие заканчивают. И вот на очень раннем этапе Иоанн Марк их оставляет. Это станет очень-очень важным, когда мы дойдем с вами до 16-й главы «Деяния апостолов». Итак, они приходят в 14-м стихе в Малую Асию, в город, который тоже называется Антиохия. Но это другая Антиохия, не та, из которой они ушли. Это Антиохия Писидийская. Первая церковь, или вторая христианская церковь в Сирийской Антиохии. А это Писидийская Антиохия. Зачем они пришли сюда? Зачем миссионеры пришли сюда? В субботу, когда люди собрались в синагоги, миссионеры приходят в синагогу и начинают говорить людям об Иисусе Христе. Прежде всего, они искали людей, которые знают еврейское священное писание. Их стратегия заключалась в том, чтобы показать из священного писания, что Иисус из Назарета и есть обещанный миссия Ветхого Завета. И вот Павел встает в синагоге и начинает проповедовать. В 16 стихе он говорит об истории Израиля от египетских времен и далее. Он рассказывает о Сауле, первом царе, о великом царе Давиде. А потом он говорит об Иисусе, но начинает он со служения Иоанна Крестителя, с того, как Иоанн Креститель утвердил, подтвердил, что Иисус и есть обетованный миссия, тот, в которого следует верить. Потом он говорит о смерти Иисуса Христа. И вот это очень тяжело, очень трудно принять, потому что никто из иудеев не верил, что миссия может умереть. Никто из иудеев не верил, что еврейского и иудейского миссию могут убить язычники. Никто из иудеев не верил, что римляне в силах убить иудейского миссию. Можно спросить, почему Израиль отверг Иисуса? Одна из причин заключается в том, что Иисус умер. Это одна из причин, не единственная, но одна из. И Павел говорит, что хотя Иисус и был пригважен к Кресту, 30 стих, «Бог воскресил его из мертвых». Он в продолжении многих дней являлся людям. 32 стих. «И мы благовествуем вам, благовествуем, несем благую весть, Евангелие». Почему это благая весть? Да потому что нам не нужно самим спасаться, потому что нам не нужно заслуживать свое спасение. В чем-то эта весть, эта весть далеко не благая, потому что спасение не заработаешь, потому что грех постоянно мешает в этом. И вот это может вогнать в отчаяние. Но помните, что Евангелие сначала ранит, и говорит нам о том, что наша самоправедность неугодна, неприемлема перед Богом? Но Евангелие также исцеляет. Бог послал праведника, чтобы умереть за нас, чтобы принять наше наказание, чтобы воздать нам награду, которую заслуживает он и только он. Кто-то сделал это для нас. Кто-то сделал это за нас. Кто-то заслужил спасение, которое не могли мы никак заслужить. Кто-то прожил жизнь праведности, которую мы не могли прожить. Кто-то принял смерть в наказание за неправедных преступников для того, чтобы нам, неправедным преступникам, даровать жизнь. Он прожил жизнь, которую мы не могли прожить. Он принял смерть, которую нам не надо больше на себя принимать. И теперь мы принимаем награду за его праведность, принимаем награду за его послушание. Это и есть Евангелие, это и есть благая весть. Именно это проповедуют Павел и Варнава, обращаясь к иудеям в Антиохии Песидийской, в синагоге. Именно так исполнилось обетование. В 35 стихе он цитирует 15-й Псалом. Это Псалом о Воскресении. Он применяет это обещание к Иисусу Христу. Так и Давид говорит. Давид говорит о Христе. А вот что самое сложное. 39 стих. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Им кажется, что он проповедует против закона Моисеева. Принять такое очень сложно. Богослужение заканчивается, люди расходятся, а Павел и Варнава продолжают наставлять людей пребывать в Божьей благодати. 44 стих. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Слишком много было, очень много было людей. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. И затем Павел объявляет им в 47 стихе, «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам». Это не новое слово. Это слово пророка Исаия. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. Евреи же, иудеи, стали противостоять апостолам. 50 стих. И апостолам пришлось уйти. Они приходят в Иконию. Икония — это сейчас большой город в Турции, Кония. В Истамбуле вы увидите указатель в сторону Кония. Это и есть бывшая икония в Турции. Это конец 13 главы. Мы читаем, ученики исполнялись радости и Духа Святого. Началось первое миссионерское путешествие. Так и всегда. Многие радуются, многие веруют, многие противостоят, многие преследуют. Кстати, если вы верный христианин, если вы говорите миру Евангелие, так будет и с вами. Многие возрадуются, будут утешать вас, будут поздравлять вас, будут ободрять вас. Многие же будут противостоять вам и гнать вас. Так было со Христом. Так будет и с вами, если проповедуете Евангелие. Не говорите, что я вас не предупреждал. Так было всегда и с Иисусом. Так было с апостолами в деяниях. Так и сегодня с миссионерами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!